Девушки отдыхают Я люблю спорт Когда-то я играл в баскетбол Теперь я охотник Смешно звучит Я городской охотник Но я доберусь до тебя И снесу тебе голову Пришла пора уходить Привет Идут последние минуты игры Этот парень, Клэренс, показывает высший пилотаж Вот поэтому его называют лучшим личным игроком в стране Фильм Кёртиса Джексона Прежде чем я сам уничтожусь В ролях Кёртис Джексон Вы только посмотрите, как он его обошел Легко, очень легко Клифтон Пауэлл Элайджа Вильямс О боже, он их выносит Просто выносит Интересно, хоть кто-то может противостоять этому парню? Он бросает? Да Клэренс забросил трехочковый Это лучшая команда в стране А он лучший игрок в стране И возможно в истории Последние секунды игры И Клэренс проводит еще один удачный бросок Что приведет его и его команду к победе Да, это мой чувак Молодец парень Еще один трехочковый от Клэренса Ему очень нужна эта победа О да, это уже второй трехочковый Клэренс идет на третий Фантастика, еще раз Он падает, получает травму Боже, дело серьезное Зовите врачей Надеюсь, он в порядке Травма колена может положить конец его начинающейся карьере Автор сценария и режиссер Кертис Джексон Жизнь полна поворотов Ты встречаешь новые препятствия, новых людей С которыми не знаешь, что делать Прошел год с тех пор, как я повредил колено Я люблю баскетбол, это все, что я умею Привет, едешь в центр? Да Работаешь? Да Отбрось меня Погоди, ты куда? На 112 Отдай мне деньги Только посмотри на свои кроссовки А что не так с ними? У тебя хорошие кроссовки, ты их надеваешь, чтобы бегать Я знаю Давай деньги, я не работаю бесплатно Вот так всегда, дружок Не цепляйся Спокойно Что, жалко подвезти? Ты собирался бегать? Я играю в баскетбол, я только что с площадки Я в это дерьмо не играю Я вожу машину Блин Я ловлю Субтитры Ты от этого тащишься? Классный музон. Тебе не нравится? Отдавай сдачу. Я думал, ты сдачу мне оставишь. Никаких чаевых. Сдачу давай. Держи. Надо проверить твои водительские права, засранец. Не переживай о моих правах. Не звони мне, я сам позвоню. Как дела, мелкий? Хочешь мячик? А где твоя мама? Там. Хорошо, иди к ней. Это я, моя мама и мой младший брат Шока. Наш отец уехал из города в поисках работы. Должно быть, нашел. Но он так и не вернулся. Как дела, мам? Привет, Кларенс. Привет, парень. Привет, Кларенс. Ты почему не играешь в видеоигры, как остальные? А почему ты всегда играешь в баскетбол? Потому что я крут. Вот поэтому. Бум-бум. Ты видел мои награды? Пигня. Только пылятся. Я с удивлением понял, что мой брат Шока умник. Он очень умел. Бум-бум. Погнал. 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 Алло. Алло, миссис Дженкинс. Да, это я. Я звоню по поводу вашего сына Шоки. У меня есть хорошие и плохие новости. Блохие в том, что Шоке очень сложно сосредотачиваться на занятиях, и это мешает. А хорошее в том, что ваш сын Шока может ответить на любой вопрос, который я задаю. Поэтому я хочу порекомендовать его на программу для одаренных. Ему нужно только пройти тест на интеллектуальный потенциал, и в зависимости от результата он может перескочить в класс. Ты заполнил с обеих сторон и расписался? Да, мэм. Тогда возвращайся в класс. И не забудь учебники. Пока, ребят. Увидимся завтра. Привет, мам. Привет, малыш. Как тест? Думаю, нормально. Отлично. Милый, я так тобой горжусь. Спасибо, мам. Моя мать сама заботилась о нас. Она очень старалась. Но мне все же пришлось искать работу. Я и искал. Требуется помощь. Долго мне ждать ответ? Вы закончили? Да. Спасибо. Вам спасибо. Вас когда-нибудь арестовывали? Нет. Опыт работы имеется? Нет, я баскетболист. Баскетболист? И что, хотите стать профессиональным игроком? Была такая мысль. Не очень разумно. И вы решили не заканчивать школу? Нет, школа не для меня. А читать вы умеете? Потому что тут тебе придется читать и писать. Я справлюсь. А вы не против мыть полы и чистить туалеты, если понадобится? Да, конечно. Ладно, хорошо. Так, Клэрнс, у нас найдется для вас местечко. Начнете на этой неделе. Спасибо. Спасибо, что пришли. Шока, я не люблю, когда ты ешь сладости. Но ты сегодня хорошо поработал, а потому я купила шоколадное печенье. Супер свежее. Правда? Правда. Спасибо, мама. Неделю спустя. Выключу уже. Шока. Вставай, малыш. Пора. Ты ведь не хочешь опоздать на первый день занятий в новой школе. Пошли. Пора вставать. Клэрнс, заберешь сегодня брата после школы? Хорошо. Иди на работу, нам нужны деньги. Клэрнс, ты слушаешь? Да. Как работа? Более-менее. Хорошо. Не проспи. Увидимся позже. Волнуешься? Ну, немного. Это новая школа. Всё будет хорошо, понял? Эти ребята лучше меня. Всё нормально. Ты отлично проведёшь время. Держись. Хорошо. Ты в порядке? Да. Расслабься. Скоро увидимся. Удачи. Итак, класс. Открываем книги на странице 31. Как вы помните, по домашнему заданию тема «Вторая мировая война». Кто вспомнит, какие два города подверглись ядерной бомбардировке? Шока, отвечай. Иросима и Нагасаки. Правильно, молодец. Кевин. Кевин. Да. Какие два города подверглись ядерной бомбардировке? Я не знаю. Ирак. А второго не помню. Ну ты и тупица. Заткнись. Так, хватит. Успокойтесь. Кевин, слушай внимательно, иначе вылетишь. Ты сделал из меня идиота. Отстань. Весь класс смеялся. Отвали. Придурок. Полежи тут. Ты чего так долго? Чуть не подрался. Учитель сказал, что я молодец. Одному парню это не понравилось. Но ему еще повезло, я чуть его не отделал. И что ты хотел сделать? Ударить книгой? А почему нет? Ему бы пошло на пользу. Да? Пошло бы на пользу. Пошли, крутой парень. Ладно. Как тебе новая школа? Да, я знаю, сексуально звучит. Погоди, я тебе перезвоню. Какие люди? Как дела, чувак? А это шока, да? Все еще книжки читаешь? Давай, поумничай. Ладно, я шучу. Как сам? Да нормально. Еще играешь? Потихоньку. Слушай, парень, у тебя талант. Тебе надо быть профессионалом. Легко всех делал. Толпа была в восторге. Помню. Вот это были деньки. Я тогда выиграл свое первое пари. Ты был просто психом баскетбола. Что делаешь? Мама просила брата из школы забрать. Тогда ладно. А так все по-старому. Пигня? Типа того. Понятно. Ладно, мне пора. Что это такое? Дай часы посмотреть. Зачем? Ну дай, ну. Крутые, да? Неплохо. Какие-то они гейские, чувак. Где ты их взял? Купил их в районе Доминик. А где район Доминик? Да ладно, я знаю, я играл там. Ну ты мужик. Да знаю, фигня, но выглядит неплохо. Да, выглядит неплохо. Ими только в глаза светить. Вот поэтому и прикрываю. Ладно. Был рад встрече. Как-нибудь сыграем? Когда будет возможность. Ладно, я понял. Блин, Тайни приехал со своими психами. А что такое? Тайни? Да он козел. Да? Да все мышцами играет. Помнишь Шона? Капюшоне ходил. Плохо кончил. Они так его отделали. Ладно, я отведу малого домой. Да, веди его. Увидимся. Лады. Давай, малышока. Ты как, хорошо? Ну лады. Как стрижем? Так же и покороче. Что там с этим психом, Тайни? Все так же шляется по району. Ты знаешь Тайни? Я знаю одно. Как увижу его, надеру задницу. Я знаю одно, что я говорю, что я улыбаюсь. Доволен? Вполне. Трипаться легко. Легко, чувак. Но эти придурки не знают, кто я такой и как я делаю вещи. Знакомьтесь, это Тайни. Классная цыпочка. Только вот хрен подойдешь с такой-то работой. Да, и не соврешь уже. А ты что ржешь? Ты тут тоже работаешь. Полы драешь каждый день. А я хоть о баскетболе рассказать могу. Пойду сейчас и познакомлюсь. Вот блин, вечно ему в голову идеи дурацкие лезут. Я думала, что институт? Пого то деньги? Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 И еще одно. Тебе нужно будет опознать тело. Я сожалею о вашей утрате. Сожалею. Что такое? Мама. Что с ней? Ее застрелили. После смерти матери я был в растерянности. Не знал, насколько мы зависели от нее. Она была для нас всем. Я запутался. Я не знал, что делать. Шока, я ухожу. Ты куда? На работу. Ключи я забираю, так что стучать не буду. Если кто постучит, не открывай. Не буду. Что купить домой? Купи печенье. Такое, как мама покупала. Я постараюсь. Ладно? Я скоро вернусь. Клэренс. Ты что делаешь? Твой перерыв только через полчаса. Возвращайся к работе. Я уже раз пять полмыл. Так вымой еще. Эй, Клэренс. Зайди в мой офис. Я в тебе очень разочарован. Я позову полицию. Крадешь? Когда у тебя перерыв? Так ты меня благодаришь. Ты уволен. Убирайся отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Еще и крадет. Привет, дружище. Привет, чувак. Ты в норме? Да. А ты куда? Домой. Слушай, ты все время спешишь. Не замотался еще? Попробуй. Мозг выносит так, что все вокруг в замедленной съемке. А ты сам будто супербыстрый. Меня только что уволили с первой работы в супермаркете. Только что уволили? Да. Блин. А за что хоть? Взял немного печенья. Нифига себе. Уволили из-за какого-то чертового печенья? Вот это да. Мог бы взять чего-то покруче. Было бы не так обидно. Брат попросил. Ему такое печенье мама покупала. А у меня на него денег нет. Ты в полном дерьме, да? Да, уж точно. Можешь поблагодарить Тайни и его банду. Та перестрелка их рук дело? Этот ниггер стреляет во все, что шевелится. Ты уверен, что это он? На сто процентов. Я слышал разговоры. Это он. Причем ему просто кто-то не понравился. Даже не за дело. Просто так говорю тебе. Будь аккуратнее. Он псих. Ладно, пойду я. Давай. Надо еще о братишке позаботиться. Ладно, передавай привет Шоке. Договорились. Увидимся. Пришла беда, открывай ворота. Меня уволили. А по приходу домой я нахожу бланк на выселение. Привет. Ты принес печенье? Нет, прости, Шок, а я пытался. Ничего, у меня еще есть купоны на обед. Ты в порядке? Думаю, что знаю, кто застрелил маму. Нам нужна пушка. О чем ты? Не говори так. На оплату жилья денег у меня не было. А вот на это нашлось. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти ниггеры ни хрена не знают. Язык за зубами держать надо. Он думал, что ему это с рук сойдет? Такое не прощают, блин. А ты в баскетбол играешь, да? Да, играл. Ниггеры ни хрена не знают, чувак. Ниггеры только трепаться гораздо. А я ему череп-то снес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты чего так долго? Это все, что ты принес? Бах, и обратно в машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда этот ниггер поперся? Да забей на него. Давай играть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как я застрелил Тайни, я обдумывал все возможные варианты. В лучшем случае, меня не поймают. Но даже тогда я не знал, что делать дальше. У меня не было денег на квартиру. И убийство не могло вернуть маму. Блин, я ничего не умею. Слушай, возможно, мы больше не сможем жить вместе. Ты о чем? Возможно, я не смогу о тебе заботиться. Поговори с Шоном. Тайни больше не на нем. Ты несешь чепуху. Занимайся домашними заданиями, ладно? А я буду думать об остальном. Хотя и сказал ему заткнуться, я знал, что он прав. Приехали. Спасибо, что заботишься о моем бизнесе. Я все понял. Просто отвези их обратно домой, хорошо? Увидимся позже. Клэренс. Парень, ты же баскетболист. Что ты делаешь с пушкой? Леди, которую застрелил Тайни, была моей матерью. Тайни застрелил мою мать. Ты пристрелил Тайни? Да, это я. Ладно. Успокойся, просто успокойся. Опусти пушку. Давай поговорим. Ну же, опусти пушку. Послушай меня. Я не говорил Тайни стрелять в твою маму. Но зная Тайни, ему было не важно. Но вот что я скажу. У всех нас есть слабости. Кто-то балдеет от тела, кто-то от денег. А кому-то нужен адреналин. Тайни обожал перестрелки. Это было его хобби. Нигер был полным психом. А я приставил его к делу. Некоторые нигеры заслуживают смерти. Но если бы какой-то ублюдок убил мою мать, я бы сделал то же самое, что и ты. Так что все нормально. Пошли в дом, я хочу с тобой поговорить. Погоди секунду. Только что купил сигару. А жена не разрешает мне курить в доме. Присаживайся. Я хочу поговорить о нескольких вещах. Что ты почувствовал, когда убил Тайни? Мне было плохо. Потом я растерялся. Никого раньше не убивал? До этого нет. Сможешь убить еще раз? Если придется. Сможешь просто зайти и прострелить мозги к какому-нибудь уроду. И выйти. Можешь? Да. Как у тебя жизнь складывается? Деньги нужны? Да. Я хочу, чтобы ты работал на меня. Мне нравится твой стиль. Минимум крови. Я подкину тебе деньжат. 25 тысяч на карманные расходы. Что я должен сделать? Ты должен убивать людей. С 25 тысячами я смогу снять новое жилье, позаботиться о брате и начать новую жизнь. Нет, нет. Просто забегался. Я иду домой. Дай мне часок. Хорошо? Ладно, час. Ладно, час. Как дела? Да как обычно. Ты идешь? Шон, милые тебе звонят. Спасибо. Да, это Шон. Что такое? Мужик потерял голову. Потерял голову? Да. Мне это нравится. Я ценю твою помощь. Ладно, пока. Просто самородок, детка. Лэренс мой парень. Мой парень. Мой парень. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как можно получать пять с двумя плюсами? Думаю, надо ответить правильно на все вопросы. Я думал, пять с плюсом. Если всё правильно, тогда надо добавить яблоко. То-то я думаю, что яблоки в школу таскаешь. Ты молодец, Шок, а я скоро вернусь, хорошо? Можно мне сегодня лечь поздно? Нет. Нет? Хорошо. На сегодня, ладно? Ладно. Блин, я из-за тебя пропустила поезд. Пойду я обратно. Хочешь со мной поиграть? Да, нет. Я хочу поиграть с крутым игроком. Шучу. Видишь девку вон там? Я хочу её отодрать во всех постах. А потом всё повторить. Хорошо играешь? Скоро увидишь, хорошо ли? Думаю, в бильярд ты меня сделаешь. Ты посмотри, как она улыбается. Тебе, что ли? Да. Прямо оттуда? Да, прямо оттуда. Что скажешь? Блин, да о чём ты? Бурная фантазия. Так как тебя зовут, игрок? Леренс. Меня зовут принцесса. Приятно познакомиться. Вот ещё раз, ещё раз. Ты видел? Видел? Эта сучка на тебя не посмотрела ещё ни разу. А кто этот придурок в кроссовках и камнях на шее? Я его откуда-то знаю. Он местный? Научишь меня? А я думал, ты хорошо играешь. А у меня есть суперспособности. Я загипнотизирую эту сучку прямо отсюда. Смотри. Она пропустила удар, но всё равно не смотрит на тебя. Я скоро вернусь. Хорошо. Давай проучим этого мудака, братишка. Погоди. А что тебя останавливает? Одним препятствием меньше. Займёмся грабежом прямо сейчас. А почему нет? У него столько камней на шее. Да, но мы тут постоянно висим. Глупо идти на дело здесь. Ладно. Ну ты подумай. Знаешь что? Мы можем его взять, когда он завернёт за углом. Мы же не висим за углом. Удивительно, как всё меняется. Появляются деньги, красивые вещи, и ты привлекаешь таких людей. Такая фигня. Это жизнь. Пытаешься мне помешать, да? Бью шестёркой по единице. Не получится. Это мы ещё посмотрим. Ага, конечно. Говорила, что не получится. Видишь? Смотри, я покажу, как надо. Давай в следующий раз. Пошли отсюда. Пошли. Ты уже устал? Потерял уверенность. Привет, Бобби. Ты принёс? Да. Держи. Я очень ценю твою помощь, Шока. Не проблема. Ты оставил пару неправильных ответов. Ни один придурок не поверит, что я ответил всё правильно. Расслабься. Ты получишь 78 баллов. Тебе поставят четвёрку с минусом. Отлично, Шока. Друзья на веки. Конечно, друзья. Ладно, Шок, пошли. Привет, милый. Как дела? Ничего. Просто бегаю. Конечно. Хорошо. Дай мне полчаса закончить. Хорошо, пока. Привет, милый. Привет. Можно мне в душ? Да, конечно. Я вся вспотела. Хорошо, пока. Хорошо, пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть продолжает учиться... Не каждый день встретишь 13-летнего первокурсника... Хорошо, спасибо, мистер Морд... Был рад помочь, удачи... Продолжение следует... Как дела, Клоренц? Привет, дружище... Как работа? Хорошо... Я рад... Слушай... Я хочу, чтобы это дело было кровавым... Зачем? Я должен показать пример... Сможешь? Конечно, справлюсь... Эй, Бетти... Да... Милая, принеси сыра, пожалуйста... Хорошо... Понимаешь... Так должно быть... Нельзя оставлять дела как есть... Ты меня понимаешь? Спасибо, милая... Клоренц, это моя жена Бетти... Бетти, это один из моих сотрудников, Клоренц... Рада знакомству, Клоренц... Я много хорошего слышала о тебе... Спасибо... У вас очень красивый дом... Спасибо... Все благодаря Шону... Его бизнес дает хороший доход... Клоренц, ты не голоден? Мне уже пора... Но пахнет так вкусно... Оставайся на ужин... Ладно... Накрой нам на стол... Конечно... Пойдем, Клоренц, поговорим... Младший брат Клоренца Шока... Гений... Правда? Он очень умен... Да ладно... Он очень умен... Скромный парень... Слушай... Шоку готов принять... АМ-АйТи... Гарвард... И Ель... И знаешь что... Мелкому еще нет и тринадцати... Я прав? Да... Правда? Должно быть, ты очень гордишься им... Так и есть... Слушай, милая... Нам с Клоренцом надо поговорить о делах... Так что принеси-ка нам свой фирменный десерт... Это надо попробовать... Несомненно... Слушай... Есть новая игрушка для дела... Хочу на это посмотреть... Что-то побольше завезли... О чем я и говорю... Иди к Догу... Он о тебе позаботится... Хорошо... Ну лады... Милая... Клоренц, ты должен это попробовать... Моя жена прекрасный повар... Не хочу хвастаться, но... Объедение... Вкусно, да? Правда, Клоренц? Очень... Моя жена готовит просто шикарно... Повезло тебе... Перестань хвастаться... А как вы стали работать вместе? Все началось на баскетболе... Он отлично играл... Но повредил колено... Баскетбол? Да... Повредил колено... Ну а я нанимал ребят в команду... Пришел Клоренц... Я знал, что он надежный парень... Он начал с низов, но быстро продвинулся... Он мой главный стрелок... Стреляю на поражение... Он тоже хотел играть в баскетбол, но... Милая, не начинай... Я этого не переживу... Он мне не рассказывал... Не сомневаюсь... У меня левая нога плохо работает... Правая в порядке, а левая к чертям... Я думаю, что они любят меня, потому что они видят меня, когда я боюсь... Да... 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 Как дела, дамы? Что новенького? Эй, красотка, сделай одолжение... Припрячь это для меня... Так, вот аванс... Делайте все аккуратно и медленно... Не торопитесь... Ничего не перепутайте... Понятно? Все хорошо... Все путем... Можем идти... Это твой велик, парень? Не... Мой... Твой велик? Да, это мой велик... Ездит? Да, ездит... Дай покататься... Это зачем? Дам за него 250... Хорошо... Блин, ты уверен, что он ездит? Да, ездит... Ладно... Я бы продал его за 25... Идем есть... Все идем есть... Знаешь, Шона... Не нравится мне этот мужик... Совсем он мне не нравится... Да он никому не нравится... От него могут быть проблемы... Как бы нас за зад не поймали... Да не парься ты... Мы всегда на чеку... Ладно... А с ним что будем делать? Кто знает... Кто знает... Время! 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 Музыка... Время! Не пей из банки. Да какая разница? Кроме нас, с тобой пить его никто не будет. Вот. Пей из чашки, как нормальные люди. Ты же знаешь, что сказала бы мама? Пофиг. Передай, пожалуйста, кетчуп. Ты думал, кем хочешь стать, когда вырастешь? Я не хочу об этом думать, пока не закончу курсы на поступление. А что бы ты выбрал, если бы выбирать пришлось сейчас? Не знаю. Погоди. Я знаю. Я хочу большую семью. Я хочу шесть или семь детей. Шесть или семь? И я хочу жену, которая бы любила меня так же сильно, как мама. Шесть или семь? Да ты ее с ума сведешь. А ты? Мне нравится то, что я делаю сейчас. Ты не можешь заниматься этим вечно? Почему нет? Ты много знаешь семидесятилетних киллеров? Кто тебя тогда будет бояться? Тогда ты будешь заботиться обо мне. Будешь заботиться о дядюшке Флэренси. А вокруг будет бегать мелюзга в количестве семи штук. Итак, ребята, у меня результаты ваших тестов. Большинство из вас отлично справилось. Но некоторым еще надо работать. Отлично. Так, держать. Молодец. Бобби, хорошо постарался. Я не пытаюсь тебя выделить, но у тебя хороший потенциал. Так, держать. Отлично. Ваш заказ. Спасибо. 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 Ты мне показалась знакомой, и тут я вспомнил, когда увидел тебя впервые. Когда? В супермаркете. Я там работал. Я на тебя засмотрелся. А почему ничего не сказал? Потому что я работал в супермаркете. На тебе была кепка Гуччи, туфли Гуччи, и сумка была Гуччи. Отлично выглядело. Спасибо. Кем ты работаешь? Я не работаю. Тогда чем занимаешься? Живешь с семьей? Да. А почему у тебя нет девушки? Не часто найдешь товарища по интересам. А почему ты задала этот вопрос? Попробую гадать. Уверена, что хочешь эту позицию? Это тяжелая работа. Не знаю. Я еще обдумываю. А почему у тебя нет парня? Потому что я привередлива. Думаю, это комплимент мне. Да, так и есть. Вкусное блюдо. У меня тоже. Хочешь попробовать? Давай. Вкусно? Да. А твое вкусное? Дай попробовать. Хочешь моей еды? Да, дай попробовать. Надо было заказывать это, если захотелось. Пожалуйста. Вот, блин. Клэренс, кто твоя подруга? Шока, это принцесса. Принцесса, это Шока. Приятно познакомиться. Мне тоже. Так мило. Какой джентльмен. Спасибо. Она присмотрит за тобой, пока меня не будет. Она будет присматривать за мной? Да. Нет, это я буду за ней присматривать. Что ты творишь с моим братишкой, а? И пяти минут не прошло, а он уже влюбился в тебя. Не стреляй глазами. Домашнее задание сделал? Да. Хорошо. Давай я покажу тебе квартиру. Привет, Рафаэль. Здравствуйте, миссис Ортис. Принцесса дома? Нет, её давно не было. А ты где пропадал? Разве она не говорила? Нет, не говорила. У меня были проблемы, но я справился. Остающие сообщения? А можно воспользоваться домашним телефоном? Конечно, заходи. Держи. Вы же не поссорились? Нет. Не шутите так, мы любим друг друга. Хорошо. Увидимся. А, мама. Привет, мам. Нет, это не мама. Это твой мужик, девочка. Как дела? Да? Кто это? Что значит «кто»? Ты шутишь, да? Это я. Я дома. А ты где? Меня нет в городе. Куда ты поехала? В двоюродной сестре. Откуда у тебя этот номер? Когда ты вернёшься? Ты говоришь так, будто я не должен знать, где ты. Я не знала, что ты вернёшься в мою жизнь, милый. Мне нужны те деньги, что я тебе оставил, чтобы вернуться в дело. Мне пора идти, пока. Какого чёрта? Привет, милый. С кем ты говорила, крошка? Это мама. Она хочет, чтобы я зашла к ней в пятницу. Нет, в городе мне пора. Это что за хрень? Чего так долго? Не знаю, кем ты себя возомнила, сучка, но чтоб перезвонила мне через пять минут. Миссис Ортис, я пошёл. Хорошо, будь осторожен. Хорошо, увидимся. Я слышала, ты довольно умён, Шока. Можно и так сказать. Давай, покажи ей. Книга за тобой. Ладно. Кто победил Джона Адамса на вторых президентских выборах? Это слишком легко, принцесса. Томас Джефферсон, конечно. Хорошо. Говорил тебе этот парень гений. Кто покушался на Абрахама Линкольна? Джон Вилкс застрелил его. А где был президент, когда его застрелили? Он был в театре. Истекал кровью. А на каком представлении он был? Пьеса называлась «Наш американский кузен». Говорил тебе. Кто написал сценарий пьесы? Тейлор. Да ладно вам. Кто написал пьесу, это уже чересчур. Это сверхсекретная информация. Президентов, которых убивают, не стоит так изучать. Ты любишь спорт? Нет. Тогда хорошо. Кто выиграл кубок Стэн Ли в 1981? Нью-Йоркские Айлендеры. Кто выиграл суперкубок 95-го? Нет. Подловила. Говорила тебе. Так и знала, что подловлю. Я прикалываюсь. Чак Хали выиграл суперкубок 95-го. Следующий. И вот так всегда. И как ты его терпишь? Всё. Ты выиграл. Ты выиграл. Я не могу тебя подловить. Вообще не могу. Парень, как компьютер. Только в виде запрос. Я больше не приду. Я стесняюсь. Но никто же не видел. Парнишка молодец. Надо было спросить, что вот это такое. С таким умом он девушку не заведёт. Я бы не был так уверен. А ты смог. Я могу задать тебе вопрос? Что такое, милый? Ты мне доверяешь? Конечно, я тебе доверяю. Ладно. А что? Что ты делаешь? Мне это пригодится. Ты что-то задумал? Нет, мне надо кое-что сделать. Поработать. Нет, ты что-то задумал. Ладно, иди сюда. Повернись и закрой глаза. Повернись. Убери руки. Большое спасибо, милый. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, милый. Почему в подвале моя очередь заниматься стиркой? Почему не наймёшь кого? Ни одна тварь не прикоснётся к моему грязному белью. Это лично. Послушай. У нас проблема. Что такое? Кредиторы бегут. А когда они бегут, то начинают болтать не тем людям. Например, полиции? Наверное. Наш человек залез в базу, говорит, имя этой сволочи по всей базе. Пора браться за дело. И как можно быстрее. Ты должен об этом позаботиться. У тебя всё нормально. Деньги нужны? Да всё нормально. Деньги есть ещё с прошлого раза. Послушай совет, малыш. Денег никогда не бывает достаточно. Смотри. Нравится? Я воодушевлю. Ладно, слушай. Мне пора наверх, пока моя жена не заподозрила, что я не страховой агент. Как она до сих пор не догадалась? Я держу её занятой каждую ночь, постоянно. Ладно, отзовись, как сделаешь. Пока. Может, я и не самый умный, когда дело касается уроков, но, честно говоря, я умён. Я научился внимательно слушать и не зевать. Я не очень болтлив. У меня стало меньше сочувствия, но больше денег. Неплохой обмен. Так я думал. У нас больше, чем нужно помочь, но больше денег. Спасибо. Ладно, спасибо, малыш. После этого, что покупает часть. Говорит, сливаясь. Более, я думаю. Говорит. Бсолясь. Ладно, я думаю. КОНЕЦ Я попаду Я же говорил Привет, Бобби Привет, дружище Тебе нравится баскетбол? Да, кому он не нравится? А как насчёт видеоигр? Конечно Зацени Что там у тебя? Ух ты, это же PSP Где ты его взял, Шока? Вот что, можешь взять Ты серьёзно? Да Я присматриваю за тобой, ты присматриваешь за мной Не вопрос Ух ты, это же И которая сучка мне нужна? Я тебе понравлюсь, крошка Очень понравлюсь Я никогда не сделала того, что делал он Блин, кого там принесло? А-а-а-а Молέ Девушки отдыхают Как тебе? Это ещё что за хрень? Это всё она. Не смей наряжать его так, он хороший ребёнок. С таким не шутят. Да ладно тебе, это же мелочь. Нет, не мелочь, не смей так делать. Это была не моя идея. Блин, я же просил тебя присматривать за ним. Не надо такого делать. Прости. Полное извращение. Эй, Шока, а ты чем думал? Приятно познакомиться. Мы сядем. Хорошо, наслаждайтесь. Это то, о чём я говорил. Я ценю твою работу. И у тебя будет должное уважение, понимаешь? Да. Те ребята, которых мы встретили, эти мужики – настоящий высший свет. Даже так? Да. Я хотел сказать тебе, насколько ценю твой стиль. То, как ты держишь себя. Видишь эту компанию? Я бы никогда не привёл сюда тайни. Он был бешеным псом, понимаешь? Он бы сделал какую-нибудь глупость и опозорил меня, понимаешь? Чёртов нигер. Да, чёртов нигер. Слушай, твоя последняя работа, когда ты заткнул сучку, что трепала языком, ну, это была их проблема. Они устроили эту вечеринку, чтобы выразить свою благодарность. Хорошая вечеринка. Передавай им мою благодарность. Договорились. Они сказали, что раз мы больше не увидим эту суку, это уже повод для праздников. Я прав? Да. Давай гулять. Тот, кто сказал, что за деньги счастья не купишь, был банкротом. Деньги – это свобода. Свобода приходить и уходить, когда захочешь. Удовлетворять свои желания и потребности. Как дела, крошка? Привет, милый. Мало, что нельзя купить. А ты соскучился. Ещё как. Пошли. Скучала? Конечно, скучала, милый. Правда? Ты же знаешь. Иди сюда. Ха-ха-ха. О, чёрт. О, да. Вот так, детка. Погоди, медленнее, медленнее. Не кончай, милый, ещё чуть-чуть. Блин, милый. Ха-ха-ха. 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 И всё? Ха-ха-ха. А что, ты очень хороша? Ха-ха-ха. Две минуты? Подумай. Подумай. Я столько сдерживался, сама подумай. Это долго, две минуты, круто. Конечно, милый. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. 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 Что? Ты не понимаешь? Мои деньги. Я уже кручусь, чтобы мы могли вернуться в дело, и они мне нужны. Что не так? Ты почему не отвечаешь? Да что с тобой? Что это за молчание? Где мои деньги? Клэренс. Что? Клэренс. Что это значит? Клэренс, Клэренс. Ты отдала мои деньги ниггеру? Кто такой Клэренс? Кто такой Клэренс? Прости, милый. Что значит прости? Прости. Кто такой Клэренс? Кто такой Клэренс, сучка? Кто такой Клэренс? Прости. Да пошла ты со своим прости. Кто такой Клэренс? Доставай телефон и тащи сюда своего ниггера. Доставай телефон и звони. И чтобы он ничего не понял. Хорошо. Хорошо. Скажи, что хочешь с ним встретиться. Хорошо. Да? Привет, Клэренс. Это я, принцесса. Нам надо встретиться, милый. Все в порядке? Да нет. Давай встретимся возле моего дома. Моя мама купила новый диван, а ты знаешь, какая она. Не успокоиться, пока не сделает. Ты не мог бы прийти и помочь? Хорошо, ладно. Поверить не могу, сучка. Я продал машину, отдал тебе все. И вот так ты со мной поступила? Вот так ты поступила? Да что с тобой не так? Что с тобой не так? Поверить не могу, сучка. Рафаэль, пожалуйста, прости. Что значит прости, сучка? Да что значит прости? Звонила принцесса. Просит, чтобы я помог ее матери двигать мебель. А можно и мне? Я хочу познакомиться с ее матерью. Нет. Я ненадолго. Только туда и обратно, хорошо? Чертва, сучка. Да что с тобой не так? Чем ты думала, когда трахала этого ниггера? Что с тобой не так, сучка? Тупая ты. Прости. Заткнись со своим прости. Все, что у тебя есть, это благодаря мне. Прости, милый. Поверить не могу. Отвали от меня. Поверить не могу. Это он? Прости.. Прости... .. Прости... Нам всем нужно увлечение. Кто-то тащится от сучек. Кто-то от денег. А кому-то нужен адреналин. А ты? Кем ты хочешь быть? Мне нужны деньги. Где мой брат? Он уехал на пару дней. Сказал, чтобы я тебя предупредила. Он бы так не сделал. Он бы сам мне позвонил. Ну, не позвонил. Что ты сделала с моим братом? Ничего. Не ври мне. Что ты с ним сделала? Ничего. Я ничего ему не делала. Если что-то случится с моим братом, я найду тебя, сучка. Мне пора. Субтитры создавал DimaTorzok Ты не сможешь заниматься этим вечно. Почему нет? Автор сценария и режиссер Кертис Джексон Я не могу ничего потерять. Мне терять нечего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok